Юрий Розанов и Василий Соловьёв 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 Классно! В этой зоне хорош, но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. И получает команда право на штрафной удар. Классно! Но движение не только с мячом быть должно, но и без Бонова. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Жестая борьба за мяч. Они все умеют. Кроме, может быть, отбора. Но, как говорится, для плеймейкера отбор не очень обязательный. Есть, да? Неймар. И что защитнику делать в такой ситуации, если просто соперник быстрее на порядке? Сумасшедший вообще рыбок, а? Черкнул пустец. Черкнул пустец. Передача с фланга. Все правильно. Защитник, кто-то должен был находиться. А вот тут можно сыграть и поперек. Как легко обыгрывает этих ребят. И отбил его, но куда? Получил, отдал, открылся. Закон футбола на карате. Просто осеклали чужую половину поля. Рассказывают, кто чужой штрафной, как кто из моих. Неймар. Ну же. Будет пауза, разберемся, кто виноват. Касталян. Касталян. Видим мы борьбу. С весь трибун. Многим это не нравится. Выходит команда на перерыв. Говорим об этом выгодно, потому что очень выгодно. Ну и давайте вычеркнем первый тайм из памяти, потому что в нем не было практически ничего. Можно сколько угодно объяснять текущие 0-0 осторожностью команд, их пиететом друг к другу. Но ведь нельзя отрицать от того, что подвижения команды не были очень хороши в первом тайме. Им просто нужно побыстрее двигаться. И пойдет на высоту. Побыстрее, да. Но тогда они будут быстрее уставать и больше ошибаться. И что будет тогда? Нам-то будет весело. А вот команда, я не уверен, что к этому стремятся. И игрок с мячом выходит. Опасно! Бросается игрок навстречу мячу и принимает его на себя. Чарка уздец. И контроль мяча у чужой страховой это не только опасность сию минуту. Это еще и минус нервы соперника. Арбитр фиксирует офсайд. Ну так, спорная ситуация. Двойная замена. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Али. Петро. Черка уздец. Так, сандаром-то мяч никто не отдаст. Конечно, и упасть можно. Не упал. Молодец. Черка уздец. Что творит Леонель Месси? Тут можно сказать, что и на каратке. Будет постреливать верхом, низом, пока не знают. Достали. Арбитр поднимает пожог, а значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Оффсайд. Синхронное решение тренера в замене и в той, и в другой команде. Мне не очень нравится, когда процент владения мячом одинаковый. Я думаю, тогда его просто не стоит выводить на экран. Это факт. У нас все по-честному. 50 на 50. Очень интересно. Хорошо открывается слева игрок. Гонялось. Гонялось. Один. У него там. Гонялось. Гонялось. Удар по воротам. И Месси пытается не отдать мяч сопернику. Обыкновенно ему это удается. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. И по левому флангу партнер подключился. Похоже, атаку трудно будет остановить. Увидят партнера и мягонько головой скидывает ему мяч. Полтора часа позади и равный счет на табло.